Иран находится в дилемме. Не наносить удар он не может, потому что упадет его престиж, а наносить удар он боится. Ну, по некоторым данным, Рашистская Федерация помогла подтолкнуть президента Ирана к принятию такого решения, как нанесение ответного удара. Это мстя, помста. За убийство лидера Хизбаллы, все-таки Иран вложил туда миллиарды долларов. Я так понимаю, там и Рашистская Федерация приложила руку, потому что нашли российские гранатометы у бойцов Хизбаллы. Сейчас в ходе уже наземной операции израильские солдаты захватили боекомплекты и нашли российское вооружение, в частности гранатометы у бойцов Хизбаллы. Ну, сейчас по серийным номерам будет точно определено, когда они были выпущены и каков их путь, как они попали в руки бойцов Хизбаллы. Так вот, Иран, видимо, Рашистская Федерация все-таки подтолкнула Иран к этому шагу и пообещал, наверное, какие-то гарантии поддержки или еще чего-то. И Иран все-таки нанес этот удар. Правда, Иран настолько опасался нанесения удара, что сначала он предупредил всех о том, что он будет наносить удар. Ну, в частности, Соединенные Штаты они предупредили. Потом они нанесли удар. Израиль отбил. Надо сказать, если со 180 ракет, там несколько ракет преодолели систему ПРО и взорвались, там на окраине Тель-Вива одна ракета попала в нефтехранилище и там пожар. Несколько ракет попало в авиабазы израильские. Ну, правда, при этом авиапарк Израиля не пострадал и о чем сообщает тоже командование армии обороны Израиля. Там пожары локализованы. Больше таких остальное все железный купол все-таки выдержал. Основную массу ракет была она перехвачена и на землю падали только обломки этих ракет. То есть, ущерба не нанесли. Но, что самое интересное, что Джо Байден собрал экстренное совещание. Ну, вроде говорят, что пока он там проводил совещание, принимал решение, американские корабли принимали участие, силы ПВО, скажем так, Соединенных Штатов Америки, которые находятся на Ближнем Востоке, приняли участие в отражении этой массированной ракетной атаки. По некоторым данным США, Великобритания и еще несколько неназванных союзников Израиля принимали участие в отражении этой массированной атаки. Поэтому, в принципе, результат такой довольно позитивный, я бы сказал, в плане нанесения ущерба Израиля. Но, сразу после нанесения атаки Иран очень боится ответного удара. Очень. Вот именно почему я говорю, что вот это наталкивает на мысль, что Иран подтолкнули к такому шагу. Они могли еще затягивать время. Почему я говорю, что Иран боится? Потому что вчера, сразу же после ракетной атаки, вчера вечером состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании. И МИД Ирана попросил эти страны не вмешиваться в конфликт между Израилем и Ираном. Потому что Иран прекрасно понимает, что если эти три страны, а еще к ним присоединятся Соединенные Штаты, четыре страны, нанесут ответный удар вместе с Израилем, то Иран просто перестанет существовать как государство. Это будут остатки, жалкие остатки государства. Экономика может быть уничтожена одним или двумя массированными ракетными ударами, особенно судя по тому количеству ракет, которые сосредоточены сегодня вокруг Ирана. Поэтому Иран очень боится. И, кстати, сегодня с утра Иран начал с того, что просит Соединенные Штаты вмешаться, и чтобы Израиль не наносил ответ... Точнее, не Соединенные Штаты, а иранское руководство выставило такой, ну я бы сказал, ультиматум. Вот мы вам отомстили за Насралу, за лидера Хизбаллы, но вы нам мстить за это не должны. Тогда от нас мести не будет. То есть понимаете, какая чехарда, какие современные гибридные войны. Мы вас ударили, но вы нас не бейте. А то мы вас можем сильно побить, держите меня семеро, чтобы я его не бил. Вот такой вот принцип сегодня Ирана. Потому что... А Израиль, наоборот, молодцы. Если израильтяне сдержат свое слово и нанесут ответный удар по экономике Ирана, А Иран очень боится за свои нефтяные объекты, нефтеперегонные, потому что это основная статья дохода их экономики. И боится за ядерные объекты. Потому что израильтяне знают, где находятся ядерные объекты. У израильтян есть противобункерные ракеты и противобункерные бомбы. Поэтому выковырить то, что они там в горах понастроили ядерный центр, я думаю, что для Израиля не составит большого труда. Системы ПВО такой, как у Израиля, у Ирана и близко нет. Максимум, насколько я знаю, у них там С-300 на сегодняшний день, еще старого советского образца, который им поставляли Рашистская Федерация в ходе сотрудничества. Поэтому похвастаться с системой ПВО Иран не сможет. Поэтому они так и боятся, скорее всего, ответного удара. Все сидят в ожидании, будет ответ Израиля, не будет. Кстати, Израиль продолжил сухопутную операцию. Они вчера вечером вошли на территорию Ливана. Начали зачистку, наносили удары по целям в Бейруте и на юге Ливана по объектам Хизбаллы. Сегодня ночью то же самое было продолжено. То есть операция идет своим ходом. Собака лает, а караван идет. Операция идет своим ходом. И, соответственно, армия оборудования Израиля проводит зачистку южных регионов Ливана для создания буферной зоны безопасности для своих северных территорий. А авиация и ракетные войска Израиля наносят огневые удары, причем точечные удары, по высокоточным оружиям, по объектам и лидерам, или руководству Хизбаллы, которые выявляет израильская разведка на территории Ливана. Но, кроме того, как заявил премьер Израиля, готовится массированный ответ на вот такой удар со стороны Ирана. Ну, я думаю, что нельзя. Если Израиль хочет заткнуть рот Ирану один раз и навсегда, или хотя бы на какое-то длительное время, то ответка должна быть. Именно целенаправленная ответка в плане нанесения ответного удара. И этот удар должен быть существенным. Это не укус комара. Это должен быть серьезный удар, который заставит Иран отказаться от дальнейшего. А Иран уже пугает. Вот почему я говорю, по принципу, держите меня семеро. Потому что один из лидеров, один из командиров КСИР, Корпуса Стражей Исламской Революции, сказал, что иначе у нас есть такие баллистические ракеты, которые разнесут Израиль в дребезги пополам. Ну, не знаю, дважды Иран уже пытался разнести Израиль в дребезги пополам, как говорят в Одессе. Но оба раза не получилось. Оба раза ущерб практически нулевой. Ракеты практически все сбиты. Посмотрим. Сейчас Соединенные Штаты начали консультации. Сегодня в Нью-Йорке будет проходить, ну, уже по времени должен скоро начаться, заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Ближнего Востока. Это экстренное заседание. Ну, судя по тем твиттерам, которые пишет Пан Гутерриш, генеральный секретарь ООН, ну, я говорю, он всегда на своей волне, близкой к Кремлю. Израиль уже объявил генерального секретаря ООН персоной нон-грата на своей территории, так как этот человек не может дать оценку, на сегодняшний день он боится, или не может из-за того, что у него есть какие-то обезы, не может дать оценку агрессивным действиям со стороны Ирана. Даже, кстати, он с 1 октября прошлого года, когда было, точнее, не 1 октября, 7 октября прошлого года, когда началось вторжение, точнее, когда состоялось вторжение Хамас в Израиль, он с тех пор даже не... Он сказал, он осудил, сказал, я призываю всех к миру, но оценки агрессивным действиям со стороны этих террористических организаций он до сих пор не дал, по сегодняшний день. То есть человек явно не на своем месте, если он не воспринимает адекватно и не может оценить адекватно ситуацию и определить, где агрессор и где жертва, ну, что тогда говорить... Это генеральный секретарь, что тогда говорить об организации объединенных наций? У них на нас и на нас денег нет, как заявила представитель, что бюджет, оказывается, у них такой маленький. Ну да ладно, посмотрим, как будут развиваться события, перерастет ли это в большую войну или нет. В принципе, скажу так, что у Соединенных Штатов, вот что нас больше всего волнует, отвлекутся США на Израиль или не отвлекутся, они союзники, у них обязательства. И обратите внимание, что Пентагон, чтобы не заявляли, чтобы не говорили политики, Пентагон выполняет свои обязательства согласно союзнического договора. То есть военно-техническая помощь идет, 8,9 миллиардов Израиль получил, получает, точнее, сейчас от Соединенных Штатов помощи. Войска США стоят. Базы и части еще дополнительно приведены в боевую готовность с целью переброски на Ближний Восток. И, видите, массированный ракетный удар, американские войска, находящиеся в районе Израиля, применили все свои средства для помощи в отражении этого массированного удара. То есть, воевать за своего союзника Соединенные Штаты готовы. И воюют, реально, на сегодняшний день воюют. Но нас волнует, отвлекутся они, не отвлекутся. Но скажу так, что даже если они отвлекутся, даже если разразится сейчас большая война между Ираном и Израилем, и будет обмена ракетными и авиационными ударами, то, в принципе, Соединенные Штаты, их потенциал настолько велик и настолько мощный, что обеспечить и нас, и Израиль, они вполне способны. А если еще вот 12-го числа готовится октября Новый Рамштайн, и там будет в рамках четырехсторонний разговор между США, Великобританией, Францией и Германией, я думаю, что там и выпишут формулу нашей победы. Вот там четко она будет определена. И, скорее всего, там будут распределены роли и обязанности среди этих четырех стран, кто, как, чем и сколько, и когда будет помогать нашей стране в плане вооружения и военно-технического имущества. И после этого мы уже, ну, конечно же, может быть, публичности это не придадут, но я думаю, что какая-то определенность у нас должна появиться, какая-то перспектива у нас должна появиться после 12-го октября. Ну, а пока наблюдаем вот такое развитие событий. Такая ситуация сложилась сейчас на Дальнем Востоке. Продолжение следует...